МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дойчевиле ДВ Новости. Здравствуйте! Наши главные темы сегодня. Операция Брексит. Чем чреват возможный выход Великобритании из Евросоюза? Эвакуация или неповиновение? Возможные последствия запрета крымского Меджлиса? Бельгийский Маленбек. Современное искусство против терроризма. В Великобритании 15 апреля официально стартовала кампания по подготовке к референдуму. Уже через 10 недель в Королевстве пройдет голосование по возможному выходу из состава Евросоюза. Тогда как четверть британцев пока не решила, оставаться им в Едином Европейском доме или нет, а мнения сторонников и противников Брексита разделились поровну, в Германии позиция однозначно. По заказу ДВ был проведен опрос среди немецких избирателей. Какие результаты были получены, а также какие последствия грозят и Германии, и самой Великобритании в случае Брексита, в материале моих коллег. 10 недель на то, чтобы убедить британцев в целесообразности сохранения страны в составе ЕС или выхода из него. Евроскептики пока лидируют, но победа им не гарантирована. Проблема Брексита разделила страну. Британская публика всегда была и будет прагматичной в своем отношении к Европе. У нас нет такой эмоциональной привязанности к ЕС, как у Германии. Но участники кампании за сохранение Британии в ЕС приводят все более весомые аргументы. Европа должна измениться, но эти изменения могут произойти только благодаря работе с нашими партнерами в рамках ЕС. Возможный выход из ЕС дорого обойдется Великобритании. Согласно последним прогнозам Банка Англии, Брексит приведет к рецессии и снижению курса национальной валюты. Приближение референдума уже влияет на бизнес. Согласно исследованиям фонда Бертельсмана, выход Британии из ЕС может привести к сокращению ВВП страны на 3%. Общие расходы Лондона в случае Брексита могут вырасти до 300 миллиардов евро. Вместе с тем Евросоюз от развода с Великобританией пострадает меньше. Возьмём, к примеру, Германию. Так, в ближайшие годы немецкая экономика потеряет не больше 0,3 ВВП. Правда, Берлину придётся увеличить свой вклад в бюджет ЕС на 2,5 миллиарда евро, чтобы компенсировать потерю Британии. Большинство немцев против выхода Великобритании из состава Евросоюза. 78% участников, проведённого по заказу ДВА опроса, заявили, что выступают за сохранение Великобритании в европейском сообществе. Поддерживают Брексит всего 13%. Что касается самих британцев, то позиции сторонников Брексита укрепились после референдума в Нидерландах об ассоциации Украины и ЕС. А главный защитник членства Евросоюза, премьер-министр Дэвид Кэмерон, пока оправдывается за свои тайные офшорные счета. Но то, чтобы изменить ситуацию, у политиков всё те же 10 недель. Верховный суд Крыма в пятницу не стал приостанавливать запрет, наложенный на Меджлис. Правозащитники считают, что подобные действия могут привести к гонениям и преследованиям крымских татар. Тогда как прокурор Наталья Поклонская уверена, запрещая Меджлис, в Крыму борются с экстремизмом. Чем же может быть чреват новый запрет, выяснял Максим Дробок. Главное последствие запрета Меджлиса – легализация и расширение репрессий противонакомыслящих на полуострове, считают правозащитники и крымские татары. Отныне кто угодно, имеющий хоть какое-то отношение к Меджлису, может стать жертвой обвинений в экстремизме и попасть за решётку. В ближайшей сессии Меджлиса, я думаю, что Рифат Чубаров, как председатель Меджлиса, огласит военное положение. Под военное положение имеется в виду вовсе не вооружённые восстания, а эвакуация из Крыма членов Меджлиса и их семей, чтобы избежать уголовных дел против них. Эксперты не думают, что будут масштабные акции неповиновения. Те активисты, которые продолжат деятельность, будут работать не под вывеской Меджлиса. На этих кадрах, сделанных очевидцами, видно, как происходит задержание крымских татар и в каком количестве власть применяет силовиков. Основные права человека в Крыму систематически нарушаются. К такому выводу пришла правозащитная миссия Совета Европы в обнародованном недавно отчёте после посещения полуострова. Мониторинг ситуации с правами человека будут пытаться проводить на постоянной основе, заявил в интервью Де Вегинсек Совета Европы. Людей обвиняли на основе законов, которые не существовали, когда события того или иного дела имели место. Это одна из главных проблем, которые мы обнаружили. Абсолютно недопустимо, что 2,5 миллиона людей не находятся под той же мониторинговой системой, как остальные европейцы, и не могут пользоваться теми же правами в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. По мнению экспертов, на полуострове и в дальнейшем будет происходить подмена понятий. Вместо Меджлиса будет создана другая организация крымских татар, уже лояльная Кремлю. По мнению наблюдателей, сделано это будет для того, чтобы создать эффект поддержки действий властей национальным меньшинством. В последнее время брюссельский район Маленбек стал чуть ли не синонимом насилию и терроризму. Ведь следы преступников, совершивших теракты и в Париже, и в Брюсселе вели именно сюда. Чтобы хоть как-то улучшить имидж неблагополучного района, группа энтузиастов уже в конце марта хотела открыть здесь музей. Но в брюссельских аэропорту и метро прогремели взрывы, церемонию отложили. В эту пятницу музей все-таки был открыт. Этот современный молитвенный барабан наконец-то можно будет покрутить. Рафаэль Круйт открыл первую экспозицию нового музея контркультурного искусства нового тысячелетия. По его словам, от мечты не отказываются, даже несмотря на недавние теракты в Брюсселе. Сейчас все не так, как раньше. Да, можно сожалеть по поводу тех событий, но, я думаю, гораздо важнее все это исправить, отстроить и запустить наш музей. Это важнее и для нас, и для всей общественности. На создание музея собрали 600 тысяч евро. Почти вся сумма — добровольные взносы. Для первой выставки выбрали разные виды современного искусства. Вот, например, мурал нью-йоркской художницы Майи Хаюк. Ее рисунки занимают целый зал. От всех остальных этот музей отличает то, что большинство экспонатов создаются прямо на месте. Большинство этих художников работают в публичных местах, например, прямо на улице. Так что в культурных центрах и музеях их работ почти нет. Музей обустроили в здании бывшей пивоварни в Моленбеке, районе, который после брюссельских нападений называют колыбелью джихадизма в Европе. Рафаэль Круит надеется, его инициатива изменит имидж района. Цель нашего музея — внести позитивный вклад в жизнь местной общины, а также изменить отношение к Моленбеку, как со стороны брюссельцев, так и тех, кто живет за пределами нашей столицы. Объединить людей и противостоять распространению террора — амбициозная цель, особенно в районе Моленбек. Скандальная история с немецким сатириком Яном Бемерманом приобретает все более серьезный характер. В пятницу Ангела Меркель объявила о решении немецкого правительства допустить уголовное преследование Бемермана, на скетч которого так сильно обиделся турецкий президент. Тему продолжим в новостном обзоре. Ангела Меркель объявила о решении немецкого правительства допустить уголовное преследование телеведущего канала ЦДФ Яна Бемермана, который прочитал в эфире сатирическое стихотворение о президенте Турции Реджепе Таипе Эрдогане. Ранее Анкара потребовала возбуждения дела, обвинив телеведущего в оскорблении президента Турции. Кремль извинился за слова Владимира Путина о немецкой газете «Джудойче Цайтунг». Президент во время прямой линии заявил, что издание принадлежит американскому инвестбанку Goldman Sachs. Однако в пятничном номере газета опровергла слова Путина. Она входит в издательство «Джудойче Ферлак», которым с 2008 года владеет немецкий концерн «Джудвестдойче Медианхолдинг». Также в номере было опубликовано большое интервью с Навальным. Новый спикер Верховной Рады Украины Андрей Поруби поддержал идею введения визового режима с Россией. Также он отметил, что перспектива разрыва дип-отношений с Россией может обсуждаться только после консультации с дипломатами и юристами. Швейцарский самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 готов к продолжению кругосветного путешествия. Девятимесячная пауза была вызвана повреждениями батареи в июле прошлого года. Ранее экипаж установил рекорд, пролетев более 8 тысяч километров из Японии до Гавайских островов без остановок. Выставка «Эволюции нижнего белья» открывается в Лондоне в музее Виктории и Альберта. Экспозиция воспроизводит процесс развития бельевого дизайна с начала 18 века до наших дней. В музее представлены около двух сотен экспонатов. Большая часть выставки посвящена корсетам. Пожалуй, один из самых интересных экспонатов – корсет с обхватом талии 48 сантиметров. Представлен он на фоне рентгеновских снимков, на которых видно, что такое белье делает со скелетом. ДВ Новости расскажут о развитии событий уже на следующей неделе, в том числе и на каналах наших партнеров. Хороших вам выходных и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова